Просто покрой покром благодати Твоей, Господь, Отец, пусть Твоя благодать просто приумножится, Отец, в наших детях, Господь, Отец, мы хотим видеть еще большую славу, Господь, Отец, Ассана, слава Тебе. Пусть приходит на них это двойное помазание, Господь, Отец, которое пришло от пророка Илии на пророка Елисея, Господь, Отец, слава Тебе, Иисус. Пусть они несут, Господь, Отец, большую славу, Господь, в своих жизнях, воздавая всю славу Тебе, Творец, Ассана, слава Тебе, Иисус, мы просто благодарим Тебя и еще славим Тебя во веки веков. Во имя нашего Господа Иисуса Христа молились, и Церковь Божия скажет Аминь. Проходите, детки, слава Богу. Вчера у нас прошел очередной блок семейного семинара. Бог нас посетил, и мы получили большое благословение, и Оля сегодня попросила слово. Давайте поприветствуем нашу сестру Олю Жданович. Аллилуйя. Оля, давай, жги. Аллилуйя, пусть Бог благословит. Спасибо большое. Микрофон, раз. Хочем попросить Оксану, она сейчас, наверное, поднимется и покажет нам, как это было с первой фотографии. Вот такие, видите, мы все счастливые. Потрясающее место. Сзади была крепость, и мы собрались в село Червень. Это было вчера. Отлично, спасибо за свет. Давай, Оксана, следующую фотографию. Все началось по-серьезному, с тетрадок, с ручек. Мы получили много качественной информации. И давай следующий слайд. Ну, без еды никак. Вот казахи же организовывали, и белорусы любят покушать. И, короче говоря, мы очень хорошо провели время. Спасибо большое Антону и Марьяне. Они нас организовывали. И вот вы видите, с правой стороны два человека. Как Вятка, да, зовут? И ее супруг. Вообще, слава Богу, мы в самом конце все вместе прочитали молитву покаяния. И кто-то спросил, а что выбрали вот это место? Потому что там живут Вятка с супругом. И была благословлена их кыша. И они, да, кыш-то. И они получили, слава Богу, свое благословение. И каждый из нас остался доволен. Следующее. Опять мы учились. Представляете, вот вы видите уже Марьяну здесь на фото вместе с Антоном. Они все это дело организовали. Мы их всех видели в нашей церкви. И они еще будут к нам приезжать. И еще дальше. Опять учимся. Представляете, серьезные, все серьезные темы поднимали. И дальше. А потом нас ждал плов. Вот в этой большой, там, ну на большая на самом деле. Просто в большом казаке, да. Казане, вот. Я белорусская, я таких слов не знаю. Но тем не менее Антон с Марьяной все это тоже сделали. Так все пахло. И это был потрясающий плов. Как положено, с чесноком, с мясом, с овощами. Жалко одного. Вас там не было. Не всех. Следующий слайд. Фотография. Ага, это наши дети такие приехали. И у нас еще есть одно для вас видео. Приехали очень поздно. Сейчас Оксана запущет видео. Ну, чтобы вы понимали, что это не просто фотографии. Это жизнь наша. Ждем. Ребята! 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 Нам вас не хватает здесь. Мы вас ждем, приезжайте. Здесь реально круто. Круто. Очень много еды, очень много. Да, здорово. И супер, правда, классные такие воспоминания остались. И я хотела сказать вам одну такую вещь, что мне на самом деле, наверное, даже шутили, что нам больше всего нам не хотелось ехать, потому что, во-первых, мы, Саша, такие люди расчетливые, плановитые. Нам нужно все по нашим каким-то графикам. И тут нам просто сказали, мы просто поняли, что в среду, что в субботу надо ехать. И у нас никак не состыковалось с нашими какими-то планами. Это понятно, но мы едем с детьми, куда их деть, где поесть, где поспать. И вообще, а что так далеко? Можно тут в церкви провести. Это же хорошо, правда? Пришли тут, провели семинар. Но, как оказалось, чудеса приходят там, где заканчивается наша зона комфорта. Пришлось положить опять чемодан, который до сих пор еще там утром лежит у нас, неразобранный, детей собрать. И мы отправились в это путешествие. Дорога была ужасная, туман. Наши пастыря там по дороге застряли. Ну, короче, все, как должно быть. Все, как должно быть. И я очень сильно благодарна за тех людей, которые все это дело организовали. Благодарю Оксану, которая провела с нами. Родители, которые отпустили ее. Помогла нам с детьми. Антона с Марьяной. Они все это дело как вообще талантище надо иметь, чтобы все так схвачено. И хозяев, которые нас принимали. Те, кто нас учили. И хочу сказать, я очень благодарю вообще Бога, то, что у нас с Сашей, вот мы тут уже три года живем, у нас реально один раз было, что мы поехали в Беларусь, чтобы оставить детей и поехать куда-то вместе. Мы вообще друг с другом очень мало даже общаемся, потому что ты думаешь либо о детях, либо о работе, либо о каких-то выполняешь делах. Как там покушать, приготовить в магазин. И тут у нас вчера был праздник, когда мы могли подумать друг о друге, посидеть рядом. Как на свадьбе. Вот как на свадьбе. Молодожены все только говорят о них, они друг другу там. Хоть там, сука, там поцелуев было, вы бы видели. Это было просто такое ощущение, что там все, как в день свадьбы. Согласны? Внутреннее состояние, это ты сам принадлежишь своей половинке. Никто тебя не тянет, не растягивает. У тебя там нет забот, что поели дети, как они ведут. Они вообще дом. Слава Богу за дом, где наши дети пребывали, потому что с ними были люди. И это действительно было время, которое мы могли уделить. Семьи могли друг другу уделить. И скажу вам, что самое большое откровение, которое я получила для себя, пришло даже не от учителей, хотя было много знаний, и там конкретно рекомендации, и я буду им исследовать. Самое большое откровение я получила от такой же семьи, которые приехали учиться. Представляете? Слава Богу, поэтому я прошу вас всех выйти и поделиться своим впечатлением смело. И у нас еще будет еще кое-что вкусненькое на десерт. Если вы не против, я буду в роли ведущего. Хорошо? Вот, Мария, у меня к тебе такой вопрос на засыпку. Я считаю, что ты очень мудрая жена, потому что, несмотря на то, что Александр, то есть сравнительно недавно, находится в церкви, и ты его умудрилась затянуть на семейный семинар, где его будут прокачивать, промывать мозги, и сам Бог будет ему что-то говорить. Вот скажи, что такое, как ты это все умудряешься делать, и что ты получила от этого вообще семинара? Всем добрый день. Ну, начнем с того, что я его не затягивала. Он согласил, вернее, он даже не соглашался. Просто было объявлено, что будет семинар. Ну, все, будет семинар, едем. Потому что мы предыдущий семинар прошли, и получили безумно классные знания и практические советы от наших пастырей. И мы уже понимаем, что очень важно опираться на Библию и посещать такие мероприятия. Поэтому мне не составило труда Александра как-то туда затягивать. На самом деле, это Дух Святой ведет его. И что касается первого семинара, я приняла решение своего мужа ставить и почитать так же, как Господа своего. И все, и Дух Святой его ведет по жизни, и он глава в нашей семье. На этом семинаре мы еще больше расставили точки над всеми. И, так скажем. Я хочу отдельно сказать благодарность каждой семье, которые были вчера, потому что на самом деле это стоит больших усилий, какие-то вещи открывать, признаваться. И ты понимаешь, что в каких-то проблемах ты не один. И как оказалось, эти проблемы, они такие одинаковые у всех практически. И очень важно не просто прочитать в книжке теоретически, как быть, как делать, что говорить, а услышать то, как кто-то победил из моих друзей, из моих товарищей, из моего окружения какие-то трудности. И я выражаю вам каждому отдельную благодарность. Конечно, я безумно благодарна вам, Геннадия и Наталья, за то, что вы просто послужили нам. Это стоит просто большого вознаграждения. Вот, мы вас любим. Да, вот для меня Александр и Александра. И те, кто нас слушает сейчас, я хочу сделать такую ремарку, что девушки говорят не потому, что мальчики стесняются, потому что мальчики работают в это время, они снимают. Поэтому, девушки, вам, слава Богу, вся честь. Александра, вы со своим супругом живете в браке после венчания только год. У вас нет детей, у вас нет тех проблем, которые есть у нас. Правда, Мария? Вообще, что тебе делать на семинаре? Ты вдохновляешь меня, потому что я жалею, что не было на семинаре раньше, после свадьбы. Поделись своими впечатлениями, что ты получила. Да, всем привет. Семинар был очень крутой. Мы его давно ждали, потому что прошлый семинар, ну, мы вынесли из него очень много, и до сих пор мы с этим работаем. Вот, и этот семинар, это было как продолжение. И то, что еще на следующем нас ждет, короче, это вообще. То есть нам уже сделали анонс, и мы ждем, не дождемся уже третью часть. Вот, ну, что касается того, что мы год, да, вот Мария уже сказала, что у каждого, каждая семья, которая там была, там у всех одинаковые, оказывается, проблемы. А кто-то сказал, что это не проблемы. Просто у каждого из вас разное возрастание. И вот там были пары, которые уже много-много лет вместе, и мы, когда озвучиваем вот эти свои вопросы, они такие с мудростью, о, у нас тоже так было, и так у нас было, и так у нас было, а сейчас у нас вот так. И делятся своими какими-то, как они это преодолели. И вот учиться на практике, а тех, кто уже это все пережил, это самое-самое крутое, потому что, ну, как говорят, да, не просто теория, а реально практика и советы. Вот, так что мы для себя тоже много откровений получили, огромное спасибо. Я уже в машине с Геннадием и с Наташей, все уши им прожижала, что как было здорово, и поблагодарила. Так что всем спасибо, кто был. Благодарим тебя. Ну, семья Пустошила для меня вообще пример. Так долго в Боге вместе. Начали свою жизнь, обвенчавшись уже с Богом. У вас двое детей. Ну, неужели вы что-то не знаете? Здравствуйте, дорогая церковь. Конечно же, мы что-то не знаем, много чего не знаем, и я очень сильно благодарен Богу за этот семинар, за это время, что есть возможность вообще, как сказала Оля, оставить все и уединиться, и провести время с женой, с супругой моей драгоценной, и узнать ближе друг друга, вскрыть какие-то вещи. Мы, был такой довольно-таки близкий круг там, я считаю, и мы говорили искренние вещи, и эти искренние вещи все приняли, и, конечно, самое ценное, это наше вот близкое общение и присутствие Бога. Когда мы ехали туда, я доверил Духу Святому, чтобы Он что-то делал через каждого из нас, и прежде всего через организаторов, Геннадия, Натальи. И на самом деле Бог что-то сделал в нас, я чувствую, вот мы приехали другие. Да, любимый? Иногда мы, кажется, что много всего знаем, но иногда очень важно делать перезагрузку такую, обновлять наши знания, обновлять отношения с друг другом, и это было хорошее время, когда мы просто вот именно отделили это время и разговаривали на темы семьи, и узнавали мнение друг друга, и это очень важно, потому что бывает в повседневной суете, забываешь поговорить о чем-то очень важном, а здесь было специально уделено этому время, и мы общались, узнавали, и даже, может быть, если мы что-то знали, то это как вот обновляется, снова вспоминается, и когда действительно каждый приводит какие-то свои примеры, ты понимаешь, что ты в этом не одинок, еще раз вдохновляешься, еще раз что-то, какие-то пунктики подмечаешь себе, и снова начинаешь над этим работать, поэтому очень благодарна Геннадию с Натальей и каждому, кто был на этом семинаре, это действительно было классное время, я знала, что это хорошее время, чтобы нам еще больше сдружиться, сплотиться, как семьи, потому что очень важно, когда есть тот, кто может тебя поддержать, поэтому вдохновляю всех общаться и дружить, потому что в Библии написано «хорошо и приятно быть братьям и сестрам вместе», это было действительно классно. Хочу еще одну вещь сказать, что не все так было серьезно, было много веселья, было много игр, и самое главное для меня лично, что люди в пути спасались, там на заправках, там вот как сказала Оля, два человека, да, услышали о Христе, они постоянно с нами были, а в конце мы прочитали вместе молитву к Богу покаяния, и я верю, что для них они сели, взялись за руки с нами, это было такое единство с нами, они были очень довольны, и ну классно, стоит что-то делать, да, чтобы еще и люди спасались в процессе. Мы меняемся, и люди спасаются, но что еще нужно? Слава Богу, я такой момент в Библии слышала, что Богу нужно отдавать Божье, Кесареву нужно отдавать Кесарева, короче говоря, всем нужно отдавать по их заслугам, так или не так? Есть такое слово? Аминь. И я думаю, я выражу вообще общее мнение, что Геннадий с Натальей нам подарили День Рая. Наши дети были под присмотром, мы были сытыми, у нас не было вообще никаких нужд, у нас было все, что нужно было действительно для того, чтобы меняться. И вот от нас, от обновленных, не знаю, хочу, чтобы вы сказали два слова благодарности, а я сбегаю, хорошо? Два слова благодарности? Можно три? На самом деле, я учусь у вас, когда мы жертвуем своим временем, своими силами, не всегда хочется в субботу поехать с какими-то людьми, ну, не с какими-то, но с людьми куда-то. Вот лучше побыть вдвоем, учитывая то, что Гена сейчас работает в Бургасе, и целую неделю вы не видитесь. Спасибо вам огромное, что вы пожертвовали своим временем для нас. Благодарю Бога за вас постоянно. Спасибо. Спасибо за ваш пример, за ваше вдохновение, за вашу дружбу и за вашу мудрость, которую вы с нами делитесь. Спасибо за ваше посвящение, пусть Бог благословит еще больше вас, вашу семью лично. И мы вам хотим тоже подарить время рая. Поэтому выходите к нам, мы вас хотим. На память у вас это останется, и обязательно нам фотоотчет. Держите. Можно похлопать. А вот, посмотри. Можно что-нибудь сказать нам, да? Можно открыть, да? Заинтриговали. Чудесное время в спа-раю для сына и дочери Бога Живого Геннадия и Натальи. Аквахаус. С благодарностью от обновленных семей Пустошила, Шлопак Базиковых, Шарич Коноваловых, Жданович за семейный семинар 18 ноября 2017 года село Червин. Спасибо. Очень приятно. Спасибо.